МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Армавире сегодня тушили пожар на местном масложиркомбинате. Известно, что пламя занялось на территории возле одного из цехов. Инцидент произошел около 10 утра. Клубы дыма было видно издалека. Позже выяснилось, что загорелась куча мусора. Огонь охватил около 15 квадратов площади. Сейчас пожар потушен, жертв и пострадавших нет. Ехали на ЧП, а в итоге спасать пришлось самих себя. Пожарная машина попала в ДТП в Белореченске. Огнеборцы спешили на вызов, горела местная свалка. Они включили спецсигналы, но на одном из перекрестков их не пропустил грузовик. После столкновения обе машины перевернулись. К счастью, все участники ДТП остались целы и невредимы. А вот тушить пожар пришлось другому экипажу. Почти три тонны нелегального алкоголя задержали в Новокубанском районе. Контрафакт в обычной «Газели» вез 25-летний житель Кабардино, Балкарии. Документов на товар у мужчины не было. Оказалось, этот груз ждали в Ростове. С какой целью перевозили алкогольную грузу в город Ростов? Ну, просто я шофер не сказал, не заплатить. Мужчина якобы не имел понятия о количестве перевозимого контрафакта. Полицейские насчитали две сотни пятилитровых бутылок со спиртом и больше трех тысяч виноводочной продукции. В этой коллекции были даже виски высочайшего сорта. В настоящее время водители груза доставлены в отдел полиции. По данному факту проводится проверка, устанавливаются каналы сбыта данной алкогольной продукции. Алкоголь на примеси опасных веществ проверят эксперты. По результатам будет ясно, отделается ли перевозчик штрафом или сядет за решетку. Габариты трамвая явно подействовали на этого мопедиста устрашающе. А вот встреча с кроссовером, он, похоже, не испугался. Шлем спас жизнь водителю двухколесного транспорта. Еще одна авария со скутером произошла на перекрестке Северной и Аэродромной. Оба участника движения ехали на приличной скорости. После столкновения парни ринулись за водителем иномарки, побоявшись, что он уедет. Несмотря на то, что молодые люди были без защитных шлемов, они, по сообщению специалистов ЕДДС, отказались от поездки в больницу. Нерешительность и невнимательность владельца легковушки привели к ДТП. на красных партизан Иваровского. Как мужчина не заметил приближающуюся ладу, непонятно. От удара она оказалась на тротуаре. К счастью, серьезно никто не пострадал. Когда выезжаешь на перекресток, где скопилось уже много машин, рискуешь повредить авто. Подождать своей очереди водитель Нивы не посчитал нужным и въехал в левую дверь иномарки. А водитель этого кроссовера, похоже, не увидел знака «Уступи дорогу». Темная иномарка уверенно двигалась по главной, и избежать удара не было возможности. ДТП произошло на Минской и Каляево. Попытки сделать добро не всегда им же возвращаются. Вежливый жест автомобилиста досадно прервал попутчик. Водитель микроавтобуса остановился, чтобы пропустить пешеходов, и получил удар в задний бампер. Ожидание очереди перед светофором на улице Красной затянулось для двух водителей. Дело в том, что оба смиренно стояли. Затем колонна начала двигаться, а девушка за рулем желтой иномарки в этот момент, вероятно, о чем-то задумалась. Раздосадованный автомобилист наверняка дал ей несколько мудрых советов. Редактор субтитров А.Семкин